Гигук, обзор на аниме осени 2020 года, три где-то серии вроде было, когда он выпустил обзор ангоингов, ну, опять же, там, само собой, перевод, все дела, там, как бы, больше стало, ну, то есть, грубо говоря, количество приличное, но не чрезмерное, ну, иногда четыре, типа того, да, ну, три, во-первых, для себя, ну, и для зрителей тоже. Есть, опять же, пара аниме, которые мне бы хотелось, чтобы он отметил из новинок, продолжение он обычно не особо рассматривает, особенно, когда много новинок, в этот раз новинок много, да, сезон насыщенный, посмотрим, скажет ли, что, о чем он скажет. Помните, каким был прошлый сезон? Да, 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 на продолжение сплошные. Зато этот сезон такой Бам, 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 Баба, 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 Бам, что вообще происходит? Ба-бам, нимя. 38 новых сериалов, 38. Пытаюсь поспеть за всеми эквивалент на просмотру трех сезонов аниме каждую неделю. На этот раз у нас больше выбор, и он нам понадобится, ведь это последний сезон аниме перед концом 2020-го, так что это последний шанс остается mentality, что он упомин viverя всего, и к этому этому, но тем, кто мы его думали. Кто забудется? Как мы охарактеризуем 2020 год? Тайтлов очень много. Что это за? Ага, приблизительно вот так. Начал с фигураши. Я не знаю, сколько он в шаре этого франшизе. Самые психовы на ведущие себя, милые девочки, вернулись с одной из самых известных хоррор-франшиз в аниме. И буду честен, я не то чтобы большой фанат ужасов, особенно в аниме, потому что им очень редко удается, ну, напугать меня. И поэтому я не дал нормального шанса оригинальным цикадам и посмотрел их в дубляже, который почти невозможно воспринимать всерьез, потому что герой будет как-то дурочит Соник. Но знаете, пока мне нравится то, что я вижу. И я не только про зверские сцены убийств, но и про предстающие перед нами тайны города. Персонажи могут по-настоящему потрепать нервы, и это куда страшнее всяких дурацких внезапных пугалок. В сезоне столько сериалов, что я не стану даже пытаться осветить все продолжения. Вот они, они существуют. Ну да, он не стоит. Мемы. Это не очень длинно. Это не очень длинно. Очень, вполне себе. Короче говоря, это просто анимешный Ромео и Джульетаса. Простите, это немного отвлекает. Я сейчас... Хорошо, так-то лучше. И так, как я и говорил, это просто анимешный Ромео и Джульетаса. И еще раз простите, я только... Ладно, попробуем заново. Это просто анимешный Ромео и Джульетаса. Да хорош. Блин, в этом сериале что, никто не слышал про ебаные расчетки? Готово. Это анимешный Ромео и Джульетаса. Да вы заебали, что там дальше? Ай, а дальше... Почему ты же не ссыщенный? Выженый, аэкшоном сёнин сериал. И это бывает, нужен типичный расслабляющий мозги Исикай. А иногда бывают, нужны милые анимешные девочки, ведущие себя очень мило и очень... Очень по-лесбиянски. Мне нравится, это самое многообещающее Юри. После в конечном счете останутся... твоей говорит что-либо еще уважаю гилка вырываю так сейчас вот пересматриваем точнее излишняя милота лесбиянство уют я в восторге если вы любите заценить приятное юрий не могу назвать ни одной причины не смотреть обзор бедер обзор бедер обзор бедер обзор бедер вот брата аниме я много слышал типа что она популярная но и вообще я известно знаю что это вроде от создателя хаято ногу так у меня за на пару говорил беспокойство сколько всего хорошего случается с героями аниме когда их сбивает грузовик если конец это еще ладно но теперь можно еще и найти себе идеальную жену слушая понимаю чего ты добиваешься аниме но это не убедит виабу жениться это убедит их бросаться под чертовы проезжающие машины но честно сериал зверски умилительные приятный ромком это то что доктор прописал потому что невозможно представить анимешную пару невинней чем самые настоящие муж и жена до сих пор содрогающиеся от мысли о держании за руки я страшусь дня когда персонажи аниме обнаружат что есть более развратные вещи чем незацензуренное название друг друга по имени помните ранее в этом году один аниме ютубер хайповал с того что адаптации вептунов могут ознаменовать новую эру громких международных аниме адаптацией я тоже не помню следом за интересным миром башни бога и поражающий визуально но разочаровывающий и скомканной адаптации но спасибо и старшей школы мы имеем дворянство которое потрясающе справляется с тем чтобы быть совершенно неоспоримо непримечательным знаете поначалу у меня и правда были большие ожидания но качество адаптации вептунов движется в направлении противоположным тому которое я хотел ладно мы идем слишком медленно надо ускориться у нас тут путешествие кино с ведьмочкой мариарте на этот раз получил свое аниме добро пожаловать в старую добрую англию британцы такие есть у кого сега до какого вернулась с новой няшностью но кстати вот эта штука я творит то что что она довольно забавная миленько мне нравится это просто тяготы маяшные принцессы которые на все готовы лишь бы выспаться как ни печально я дожил до того что это близко мне на духовном уровне о да пацаны мы заполучили еще одно хайповое аниме про бейсбол детка ой нет это очередной сериал дзюна маэды и боркс на этот раз в один прекрасный день анимешная девочка появляется и сходу заявляет сперва она кажется шумной надоедливой лоли но быстро становится ясно что у нее все же есть некая сила она предсказывает одно событие за другим и когда мы осознаем что наверное она и правда таким себя называет она начинает творить херню станет конец через 30 дней что не говори про дзюна маэду и его работы они все наделены определенным очарованием и это не исключение персонажа и их отношения просто услада для глаз и сцены которые искренне меня рассмешили но вообще я смотрел шарлотту я смотрел ангельские ритмы тел около 8 серий клан от я знаю что к чему каким бы легкомысленным и веселым не было начала я знаю это лишь вопрос времени прежде чем сериал попытается уничтожить меня и мою душу и я вижу у него есть потенциал в этом преуспеть надеюсь лишь на этот раз число серий будет достаточным я не буду снова рыдать над скомканной концовкой да ладно на самом деле в шарлотте я понимаю что типа гигантское путешествие запихали в одну серию но не не так плохо совсем на самом деле то есть все-таки произведение не про эпические битвы и так далее все что хотел мне кажется автор передать и я смог почувствовать в этой серии и как умолить и шины поле мистер и не норы на ее дитя окей я знаю что это типа грустный момент и все такое но давайте оценим то что дед только что буквально стал героем мема видимо я умру престижной репутации бренда когда новую мангу сериал уже всегда обеспечен особый уровень хайпа джамп он будет хорошим он будет популярным войдет ли он в новую большую тройку или большую пятерку или большую семерку или большую единицу и по первым впечатлением магическая битва определенно имеет все шансы как мы знаем сериал и все на джампа не требуется отходить от проверенной формулы им достаточно удачно ей следовать это выглядит солянка из лучших частей блича отчета буйстве духов истребителя демонов не а как насчет палец демона 100 бездомный истребитель тот даже есть как асси с маской на другой половине лица но при этом сериалу удается оставаться самобытным студии режиссер те же что и у бога старшей школы и вместе с ними магической битве досталась фантастическая постановка боев и это не говоря об одном из самых стильных эндингов за весь год но это еще куда ни что я хайпанул с этой сцены с пандой которая бежит по крыше это мать ее панда паркурище по крыше зачем это здесь у меня так много вопросов так или иначе идем дальше информативно реклама сезона которую люди могут проморгать то я ставлю на этот сериал а куда мадрайв это по сути 2077 с режиссурой гая ричи это киберпанковая наполненная экшеном феерия про группу дико экстравагантных преступников объединившихся для крупнейшего ограбления в истории тут есть психопатичный серийный убийца психопатичный доктор психопатичный драчун психопатичный хакер чувак который человек поучит наибучим мотоцикле по киберпанковскому городу а еще говорящий кот или типа того я нихуя не вкурил сериал сочится стилем и крутостью и ходит по грани но не перегружает вас визуальной информации и не перегибает палку как какие-нибудь пожимая руку от гоу хэнс и он намного лучше чем я ожидал от студии пьеро видимо намекается чистое веселье по полной программе и я не намерен такое пропускать чего бля почему youtube рекомендует мне видео про скалолазанья я в жизни не интересовался скалолазанием я горячо рекомендую людям заняться этим хобби и ждал этого аниме самого анонса сериал будет пользоваться огромным успехом у нашей банды подмышки топчо о тревога исекай тревога исекай на данный момент просмотр первой серии исекай напоминает чертов обучающий уровень я и так знаю прыжок на их прицел на левый круг атака тяжелая такая социальный задрот фэнтезийными девушками это все ясно я знаком со всеми принципами особенность которая принесет что-то свое формулу ну так вот ребят здесь люди не умирают когда их убивают вау такого мы раньше не видели когда-нибудь пытались доступно описать сериал так чтоб друг понял приводя сравнение с поп-культурой иногда получается пиздецово типа ну да это вроде смеси мстителей и my little pony играющих монополию в мире ведьмака с примесью fall guys что ж бездарная на на это буквально ас геройская академия да не щас серьезно тут есть школа детей суперсилами жены и подобные люди вызывали огромные катастрофы поэтому чтобы избавиться от них властям нужно открытым самому я не ожидаемый обзор на сцену выходит на на у нее нет сил и она должна не только притворяться что читает мысли полагаясь на дедукцию и психологию но и тайна убивать детей по одному в то время как они прекрасно осведомлены о том что среди их одноклассников может быть предатель да как я и сказал сериал вышел слишком своевременно настолько сильно он напоминает супергеройскую амон ас здесь даже есть цены которая знакома всем из нас кто играл в игру что-то в духе и розовая не видела синего как странно потому что синих вечера и никто не знает где он я его сосед так что знаю что он всегда приходит домой не позже 9 прошлой ночью я не слышал ни звука отсюда я могу сделать вывод что он так и не вернулся домой и что еще любопытный по какой-то причине он пропал после того как ушел кое с кем до последний раз его видели выходящим из комнаты в 19 часов с одной девушкой с розовыми волосами с одной девушкой по чьи описание ты полностью подходишь и так двое ушли но только один вернулся как не посмотри это выглядит чертовски подозрительно и так что скажешь свою защиту розовая спасибо за просмотр поддержите наш проект на патреон и получите доступ ко всем роликам на сутки раньше и без рекламы отдельная благодарность сергею медведеву антону бодовскому параноику в ночном охотнику машкина вадиму листы малых госпару никогосяну смайлеру андрею мищенко кэвин ки фокс артемию стреле яру бирзулу дмитрию mx и александру ушакову автор перевода сергей константинов звука оформления надписей алексей михайлов ролик озвучен студии джоши зо ну айлэйн он как бы очень точно подметил и положено тому которое я хотел ладно мы идем слишком медленно надо ускориться у нас тут путешествие кино с ведьмочкой ну как бы он довольно кратко но четко все-таки такое произведение тяжело описывать с точки зрения сказать ну описать о чем она путешествует ведьмочка все как бы это сюжет было бы опять же ну реально много произведений нужно было пройти мы кстати большинство из этих смотрим несколько произведений нет и по-моему я хотя бы про всес хотя бы слышал я так понимаю это вообще ни о чем произведение и не типа конечно это живое название ну как наверное просто и живое название про хигурашу сегодня долго говорил ну да он вообще не столько не шарит за них то есть уж про чайки вообще и молчу конечно но у него нет наверно времени заниматься таким про дачи он хорошо очень точно сказал что это пока одно из самых многообещающих шизаев и юри после ягаты которые несомненно пока вершина обзор бедер кстати тоже довольно точный только что есть о чем поговорить еще ну конечно понятно особенно если уж тебе нужно шутку сделать ну да моя да само собой ну как у даму кстати отметил довольно точно так хорошо ее отметил но и главное для меня что да он вроде положительно отозвался на ней за что как бы был я его благодарю потому что как бы он конечно шутки шутками но по его все таки подходу он скорее одобрительно отнесся жалко что он не отметил вот что первая серия которая обманывает типа это ну это прям очень интересная была серия я вам он как не играл и я не очень понимаю геймплей знаю что типа мафии на этом мои знания заканчиваются да 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 не гейм смотрел хорошо отношусь хороший слайс жалко этот ну законченный как то есть не нету а продолжение адаптации в принципе до какого могла бы да во второй эпизод косячный враг типа косячный броски взгляд ты смотришь что так вот краем глаза и понимаешь на косячный все тогда наверно скилка мы закончили обзор меня удовлетворил ну и с точки зрения то что хотел увидеть ну и а все остальное да там шутки и так далее как обычно на уровне как он сам сделал стандарт качественно там все дела все теперь точно конец